Привет, рейнджеры! С вами Вова и HomeExpert. Сегодня на примере этих крутых мобилок докажу вам, что бесконечность производительности не предел даже со скромным бюджетом. Встречайте пятерку лучших смартфонов от Infinix. Какие они бывают и чем отличаются, все покажу и расскажу в этом ролике. Устраивайтесь поудобнее и вперед! И первый наш герой Infinix 8 Pro за 8000 рублей. Супер базовый смартфон и он этого вообще не скрывает. Ну прям от слова совсем. В прикольном стильном корпусе вас встретит скромный процессор MediaTek Helio G36 и до 8 гигов оперативки. Но их хватит, чтобы крутить приложухи, соцсети и простенькие игры. Типа там 3 в ряд, Homescapes, Gardenscapes, бицармазов и перегрева. Встроенная память от 64 до 128 гигов. Причем в версии 64 гига вам перепадет только 4 гига оператива. А хотите работу пошустрее, доплатите и за внутренний накопитель. Версия с большей памятью обойдется всего там на каких-то пару тысяч дороже. Так что выглядит это ну не очень прям страшно. Экран здесь простенький, IPS, зато 6,6 дюймов. Пикселями в глаза не бьет и на том спасибо. И можно смотреть сериалы в дороге с комфортом чатиться в мессенджерах. Или рассмотреть фотки, сделанные на встроенную камеру. Камера, кстати, тоже есть. И про нее надо отдельно сказать. Она какая-то 8 Pro, какая-то таинственная. По идее блок камер двойной. Но достоверно известно только про одну камеру. Она на 50 мегапикселей. А какая вторая вообще неизвестна. Причем этого нет даже на сайте производителя. Но зато про кольцевую вспышку здесь упомянули. Она действительно прикольная. А еще прикольный аналог Dynamic Island из последних айфонов. Но сценариев для его использования у систем очень мало. И вишенкой на торте лежит батарейка на 5000 мАч. С быстрой зарядкой по Type-C. И все это за 8000 рублей. Школьникам, бабушкам, дедушкам просто идеально же. Но у него есть брат-конкурент. Следующий в нашем списке Infinix Hot 40i за 9300 рублей. Это еще один супер бюджетный смартфон. Который при этом выглядит вполне соответственно своему названию. Hot. Правда и нагреваться он будет тоже прям как заявлено в названии. Если вы будете нагружать его процессор Unicose Tiger T606 с тяжелыми игрушками или долгим залипанием в ТикТоке. Но на помощь процессору должны прийти 16 гигов оперативки и специальный игровой движок X-Boost называется. С помощью которого можно быстро поменять настройки мобилки для большей производительности в играх. Экран здесь IPS 6,6 дюймов. 90 Гц для плавности интерфейсов. Стройной памяти может быть от 128 до 256 гигов. Но и оперативка тут плавает. Для младшей модели будет доступно только 4 гига. А в старшей те самые рекламные 16. Камера здесь плюс-минус та же, что и 8 Pro. 50 мегапиксель, сенсор сверху, кольцевая вспышка и вспомогательный модуль вроде как на 0,2 мегапикселя. Для портретов и вечерних снимков. Работает все от батарейки в 5000 мАч с быстрой зарядкой и возможностью реверсивно что-нибудь зарядить. А еще его Type-C может читать флешки. Так что теперь еще проще передавать файлы на мобилку. И я напомню, всего 9300 рублей. Реально горячее предложение. Едем дальше. И тут нас ждет Infinix Note 12 за 11 тысяч рублей. Ставки поднимаются уже. На борту стильного смартфона, большой 6,7 дюймовый AMOLED-экран и мощный процессор MediaTek Helio G99 с 8 гигами оператива в придачу. С такой машинкой вы сможете и в игрушки играть без страданий, и заниматься делами в офисных приложениях или просто позалипать в соцсетях. Батарейки хватит на все. 5000 мАч и быстрая зарядка не оставят вас с разряженной мобилкой. На Note 12 можно сделать довольно приличные снимки. Блок камеры с 50-мегапиксельной и вспомогательной 2-мегапиксельной отлично снимают и в помещении, ну и на улице, конечно же. Даже вечером, в принципе, нормально. Под все ваши фотки и видео есть 128 гигов памяти, а чтобы посмотреть все ролики на телефоне, можно подключить наушники с мини-джеком на 3,5 мм. Разъем не старый, а винтажный. Но если вы не ретро-ловер, то у нас есть и модель посовременнее. Смотрите. Следующий экземпляр – настоящий монстр фотографий за 17 тысяч рублей. Встречайте, Infinix Hot 40 Pro с камерой на 108 мегапикселей. Ему тоже достался процессор Helio G99 с игровым движком, но зато оперативку можно прокачать до 16 гигов. В придачу к таким гигам оперативки будут 256 гигов встроенной. Так что у вас будет не только шустер смартфон, но и вместительный. На фронтальной панели у 40 Pro шикарный 6,8-дюймовый Full HD LTPS экран с поддержкой 120 Гц для плавности интерфейса и здоровья ваших глаз. И аналог эппловского динамического острова тоже тут как тут. Работает шустро, ну и симпатично. Но главная скрипка в этом смартфоне, конечно же, камера. 108-мегапиксельный модуль в связке с парой вспомогательных объективов снимает на уровне корейских и яблочных флагманов, а где физически не вытягивает матрица, страхует встроенный ИИ. Видео здесь тоже на высоте, разрешение до 2К и стабилизация для динамичных съемок. А чтобы вы успели снять все, что вы вот хотите, в Infinix батарейка на 5000 мАч и быстрая подзарядка с поддержкой 33 Вт. После перечисления всех этих плюшек, особенно приятно видеть цену всего в каких-то 17 тысяч рублей. Must have. Ну а закрывает наш топ, это мастер баланса Infinix Zero 30 за плюс-минус какие-то там 37 тысяч рублей. Это золотая середина среди всех характеристик современного смартфона в лаконичном корпусе со стильными элементами. Во-первых, красивый корпус, сочетание зеленого с золотыми элементами, это прям, ну, уважаемо. Но и голубой корпус и золотистый выглядят очень стильно и солидно. Во-вторых, экран 6,8 дюймов, AMOLED с поддержкой частоты в 144 Гц, для идеального отображения любого контента. Да, у экрана уже слегка устаревшие края, вот эти водопады, но если вы любите такое решение, то в Infinix довели этот стиль до идеала, и никакие фантомные касания вам не грозят. Камеры это вообще отвал всего. Мало того, что основной блок камер со 108-мегапиксельными сенсорами, шириком и макрообъективами, так еще и фронталка тут аж на 50 мегапикселей. Можете снимать на нее видео в 4К. Идеальное решение для любителей вести собственные влоги. Все это крутится на процессоре от Mediatek. В 30-ке стоит Dimensity 8020. К нему в придачу добавили 16 гигов оперативы и 256 гигов встроенной памяти. И чтобы всех этих мощностей вам хватало на весь день и даже там больше, в Infinix установлена батарейка на 5000 мАч. И предусмотрена быстрая подзарядка до 68 Вт. И возможностью зарядиться до 80% всего за каких-то полчаса. Подарите себе или близкому человеку отличную производительную мобилу за вменяемую стоимость. Вот такой у нас сегодня набор смартфонов Infinix, которые можно купить прямо сейчас. Все эти мобилки по-настоящему крутое и разумное вложение денег. Так что вам остается только выбрать ту модель, которая подойдет под ваши хотелки. Надеюсь, что наш ролик поможет вам выбрать то, что будет радовать вас каждый день. И на этом все. Спасибо вам, что досмотрели наш ролик до конца. Ставьте лайки, пишите комменты, какой из Infinix вам приглянулся и обязательно. Подписывайтесь на канал HomeExpert, у нас куча полезных роликов. А с вами был Вова, всем пока-пока. А, и помните, что бесконечность это не предел.